День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Предприниматель. Я так понимаю, что вы все-таки магистр управления, да? Наверное, так можно. Да, Леонтий Мороз у нас сегодня в студии. Мы поговорим, конечно, и об управлении в том числе. Может быть, начнем от того, вот мы успели обмолвиться несколькими словами перед началом эфира. Действительно, очень много правительства говорит, не знаю, о бизнесе вообще, о макроэкономике, о поддержке предпринимателей, о переориентации на какие-то другие рынки в свете известных событий с санкциями. Но вот мы договорились, что, может быть, мы попытаемся сфокусироваться, естественно, чуть шире, потом посмотрим, сфокусироваться вот на малом бизнесе. Да, ведь, простите за банальность, но, наверное, для стран с рыночной экономикой малый бизнес, особенно для небольших стран, он ключевой. При всем уважении к среднему бизнесу, но малый бизнес, он действительно ключевой, потому что он позволяет, во-первых, обеспечить людей работой, зачастую это и семейные предприятия, да, и он создает вот такую вот основу, да, вот такого вот развития экономического. Да, он позволяет тем, кто потерял работу, найти себе новое дело в том числе. В том числе, то есть это такой и социальный аспект тоже. Да, да, так есть. Ну, как сейчас вот малый бизнес, и как вам видится вот взаимоотношение именно власти и малого бизнеса? Ну, в принципе, мы можем говорить открыто, что взаимоотношений власти и малого бизнеса в нашей стране сейчас нет. Я сразу хочу сослаться на руководителя конфедерации работодателей о том, что, ну, диалог нужен, но, в принципе, с нынешним правительством говорить не с кем и не о чем. Ну, малый бизнес сталкивается в целом с теми же проблемами, с которыми и крупный бизнес. Сегодня это рост цен на энергоресурсы, высокие затраты на рабочую силу, которые достигают 76 центов на каждый выплаченный нету евро. Многовато. Ну, это очень много. В принципе, это сравнимо с налоговой нагрузкой в северных странах, абсолютно сравнимо. Дальше это, безусловно, доступность финансирования, потому что малому бизнесу зачастую финансирование доступно не так легко, как крупному, да, и компании, и банки требуют каких-то личных гарантий, там, или залогов, или чего-то еще дополнительно. Ну, вот это вот такая база, и по каждому из этих направлений мы видим, что правительство не дорабатывает. То есть, налоги высокие, цены на энергию растут, соответственно, как мы планируем, в принципе, как правительство планирует обеспечить конкурентоспособность услуг и товаров, которые мы в нашей стране производим, ну, это очень большой вопрос, и кому мы их собираемся продавать, да, потому что если... Мы будем производить только инновационные какие-то продукты, которые недоступны по всему миру, да, и там у нас будут патенты, ну, тогда, безусловно, если есть спрос, мы будем эти товары торговать стабильно, но если мы будем говорить про какие-то товары, где есть конкуренция на мировых рынках, да, то, ну, в принципе, у нашего бизнеса, у малого, там вариантов каких-то нет для того, чтобы вот в этих условиях, которые создало, да, правительство, работать эффективно. Да, ну вот интересно, когда мы слышим разные идеи, понятно, что они в основном предвыборные, связанные, там, не знаю, с ростом минимальной заработной платы, то многие даже, может быть, и не задумываются о том, что ведь это любая минимальная заработная плата, она, в принципе, носит для частного бизнеса рекомендательный характер, да. Ну, вот приняли решение, там, не знаю, 500, да, вот сейчас обещает 640 в следующем году, даже до 700. Во-первых, нужно понять, может ли бизнес вот такую зарплату потянуть, потому что вслед за этим идет ведь и все налоговое бремя, да? Да, ну, я повторю еще раз, между правительством и предпринимателями пропасть, ну, ее, ну, я не знаю, с этим правительством, ну, не о чем разговаривать. Вот, вчера Янис Эйрс, министр финансов, выступал как раз на латвийском телевидении, вот интересно, вот вы упомянули, ну, нового президента конфедерации работодателей, его упомянула и наша коллега с латвийского телевидения, которая сказала, что, вот, его слова процитировала, что ни о чем говорить, и вообще оценка деятельности министра финансов, ну, крайне низка с точки зрения торгово-промышленной палаты, вот, опрос проводил и конфедерации работодателей. И министр сказал, что, во-первых, это не репрезентативный опрос, а, во-вторых, ну, как бы работодатели обозлились на Минфина, на министра финансов, потому что он против снижения, там, ПВНа. Вот как бы вы это прокомментировали, что касается вообще налогов как таковых? Да, ну, если вы не против, я вернусь сначала к минимальной зарплате. Да. С минимальной зарплатой крупный бизнес, государственные компании, госуправления заплатят зарплату и налоги, ну, столько, сколько скажут. Малый бизнес заплатит столько, сколько может. Поэтому очевидно, что увеличение минимальной зарплаты – это только возможность увеличить доходы бюджета, да, за счет минимальных социальных взносов. Больше ничего. Так что такие решения приведут только к росту на цены, росту цен на услуги и товары, которые мы потребляем внутри страны. Ну, в принципе, больше ничего. Ну, то есть увеличатся доходы бюджета и вырастут цены. Других последствий этого решения не будет. Благосостояние людей, реальный уровень дохода граждан не увеличится. Я вот сейчас задам вопрос не только как предпринимателю, как эксперту, но, может быть, просто как жителю Латвии, как гражданину Латвии. Вообще, вы понимаете, каковы цели, ну, экономические цели, мы сейчас о политике говорить, наверное, будем меньше, но тоже бы затронем. Каковы цели экономические у Латвии? Они понятны вообще? Ну, мне. Я думаю, что если мы сейчас с вами выйдем на улицу и попытаемся у кого-то, у прохожих спросить, а какая экономическая цель нашего государства, маловероятно, что кто-нибудь сможет ответить хотя бы то, что было обозначено, да, это, прости господи, мудрая реиндустриализация. Как ее осуществить, непонятно. Ну, как бы, во-первых, что это, да, для кого это, и мы слышим о дигитализации экономики, да, вопрос, который я все время задаю, где гарантия сохранения рабочих мест в традиционных областях, да, которые в Латвии исторически сложились. Никаких гарантий. Мы же видим, мы даже о коллективных увольнениях сейчас и об угрозе дальнейших увольнений. Вот все гарантии. Нет никаких гарантий и целей нет, но они отсутствуют. То есть у нас нет целей по росту ВВП. В принципе, у нашего государства, у правительства, да, нету какой-либо экономической цели. То есть, если спросить министра экономики или премьера, мы вообще куда идем? Какая наша конечная цель? Она выражена в чем-то? Ну, там, в зарплате, там, в сборах в бюджете, да, там, что наш бюджет должен вырасти, да, там, или ВВП должен вырасти. У нас нет этих целей. А мы прекрасно знаем, люди, которые занимаются бизнесом, если у тебя нет бюджета, если у тебя нет цели, то это как, ну, с пушечным выстрелом. Ну, ты выстрелил, ну, куда-то он прилетит, но тебе нужно прицелиться. Сегодня мы не можем. В принципе, у нас нет никакого прицела. У нас, в принципе, правительство решает внешнеполитические вопросы сегодня намного активнее, чем проблемы, которые реально есть в стране. Да. Вот еще такой вопрос, который я, в принципе, задавал очень многим, ну, и власть имущим, и экономистам еще до вот этой вот страшной войны, и до пандемии, и во время пандемии. На чем мы будем зарабатывать? Вот если так вот прикинуть, может быть, так это будет звучать так популистски, но тем не менее, если так вот прикинуть, то основная, может быть, задача сейчас правительства освоить теперь уже два европейских фонда. Вот один фонд, это, мы знаем, структурный фонд, который на семь лет выдается, вот это деньги, да, и второй фонд, это вот он называется оздоровление устойчивости экономики, еще его называют пандемийным фондом, да. Вот я пока других вот задач, как бы и понимание, как будем зарабатывать, я не представляю. Транзит и логистика легла окончательно после всех этих пакетов санкций, она и так была в таком тяжелом состоянии, сейчас вообще этой сферы нет. Мы понимаем нерезидентский банковский бизнес уже года три как, все, простите, да, а вот как мы будем, за чем зарабатывать? Ну вот мудрая реализация, которую упомянули, что это за зверь такой, с чем его едят, пока непонятно. Ну абсолютно точно, в принципе для того, чтобы мы зарабатывали, у нас в первую очередь должен быть диалог с бизнесом. Если у правительства нет диалога с бизнесом, то о том, чтобы увеличивались доходы бюджета и бюджет в принципе зарабатывал, и страна зарабатывала, говорить очень сложно. Я считаю, что хотя бы раз в месяц правительство, экономический блок правительства должны сидеть за одним столом с представителями бизнеса и обсуждать, куда мы идем и зачем с местным бизнесом, тот с тем, который работает здесь. А я вот такой вопрос задам, перед тем, как мы перейдем к очень важной теме, связанной с энергетикой, на этом основано все, да, и жизнь домашних хозяйств, и, кстати, производство товаров любых, любой, да. Вот такой вопрос хочу задать, но мне такое создается ощущение, вчера это тоже можно было услышать из отдельных реплик министра финансов, что вот типа, ну а чего думают политики, я так чуть-чуть буду, может быть, преувеличивать, да, но тем не менее. Вот, а человек говорит с этим бизнесом, ну мы же понимаем, что бизнес спросить, чего вы хотите, они скажут, мы хотим не платить налоги, и чем меньше налогов, тем лучше, а лучше, чтобы их вообще не было, да. Вот я так понимаю, что вот такой вот взгляд есть, может быть, в какой-то степени пренебрежительный у как бы политиков, и они думают, так, мы тут вопросы государственной важности решаем, думаем, как наполнить бюджет, а эти бизнесмены приходят, думают, ну мы хотим больше зарабатывать, ну что вы нам предложите. Вот, может быть, и в этом проблема, да, вот такое отношение может быть власти к бизнесу? Ну, предприниматели, это в некотором смысле люди уникальны, особенно те предприниматели, которые в нашей стране создали большой бизнес, да, и они бегать за их историю их деятельности 30-летнюю, да, ну кто только там не менялся. Да, уже всех не припомнишь, да. Да, там у них это, я не знаю, какой там пятый или седьмой президент, или там двенадцатый премьер-министр, да, они там уже всех не вспомнят, и они ни за кем бегать не будут, у них эта история очень длинная, да, и я думаю, были времена, когда этот диалог был лучше, ну сейчас он там отсутствует. Вот, без мнения крупного бизнеса, ну я повторюсь, ну какие-то, как мне кажется, это какие-то банальные вещи, да, но без тесного сотрудничества с крупным бизнесом, без мнения крупного бизнеса о том, как мы, какая у нас должна быть система, в том числе налогообложения, тех самых, да, налогов и сборов на рабочую силу, мы не сможем создавать конкурентно способную экономику, потому что политики, в принципе, не создают ничего, ну это факт, политики занимаются политикой, они могут повлиять на общественное мнение, могут повлиять на то, какие принимаются законы, какие налоги в стране, но они не создают эту добавленную стоимость, это нужно помнить всегда. Вот интересно, если мы говорим действительно дальше вот о работе бизнеса, ведь сейчас речь идет о том, насколько, ну, латвийский бизнес будет конкурентоспособен, во-первых, а, из-за этой инфляции, да, вот мы видим, ну если цены на стройматериалы возросли там минимум на 30%, это, значит, возросли все расходы по цепочке, да, и плюс возросли вот все расходы по рабочей силе и так далее, и так далее, да, вот как это будет происходить, плюс рост цен на энергоносители, что будет с ними, мы до сих пор не знаем, нам говорят красивые слова, энергонезависимость, там, отказ от российского газа, все это понятно, а вот что дальше будет, там ничего не говорят, по какой цене все это будет закупаться альтернативно и так далее. Ну, у нас, я считаю, что была допущена большая ошибка, которую, безусловно, нынешняя власть продает нашему обществу как большое благо, то, что цены на основные энергоресурсы, которые мы потребляем, да, это, в случае Латвии, это природный газ, и электроэнергия формируется на биржах. У бирж есть кое-что общего, у бирж нет потолков цен, и биржа это механизм и инструмент, на которые могут… То есть потолка нет вообще, да? Ну, формальный потолок, у Нордпул биржи есть формальный потолок, 3000 евро за мегаватт-час, да, но если мы вспомним декабрь, когда у нас там были пиковые, да, ну, я, слушатели, вот вспомните, какие у вас были счета, да, за декабрь, вот в декабре в самые пиковые моменты цена там еле-еле, она там касалась 400 евро. Где уж там 3000, да, где там 3000. То есть там еще большой, да. Да, да, то же самое с газом, и, конечно, эта история, которую там Европейский Союз придумал про то, про свободный рынок, да, про либерализацию энергетического рынка, но она может работать только в книжках и в идеальных условиях, потому что идея была в том, что потребители, выбирая всегда более дешевую энергию, будут таким образом держать цены вниз. Да, но ты можешь выбрать более дешевую энергию, если она есть, а если более дешевой энергии нет, то ты выберешь, ну, только то, что тебе предлагается. Соответственно, это важнейший фактор для нашего местного бизнеса, потому что мы слышали заявление руководителя Рига Силтонс, да, что там в однокомнатной квартире в январе стоимость отопления может достигнуть 250 евро, евро, но для малого бизнеса это, ну, то же самое, малый бизнес находится в помещениях, малый бизнес греется, возьмите, там любое кафе, там 100 метровое, да, и сколько. Мы там даже про офис не говорим, да. Да, мы не говорим про офис, возьмем маленькое кафе, бар, ресторан, там везде стоят радиаторы, идет отопление. Ну, они же не могут заморозить себя и посетителей, да. То же самое, ну, и результат будет один, какие решения, ну, слышим ли мы сегодня о том, то есть проблема сегодня обозначена, а разговоров они нет. Вот тоже вот интересный момент, ведь вот малый предприниматель, ну, вот возьмем кафе, допустим, да, ведь он как бы тоже, если так можно сказать, у него есть окно возможности, он не может поставить такую наценку на эту еду, когда люди просто перестанут туда ходить, да, чтобы компенсировать свои расходы по коммунальным платежам, но он же не может сделать, там, не знаю, какую-то порцию, там, не знаю, по цене 20 евро, да, но это же не ресторан, то есть к нему просто люди не пойдут. То есть у него тоже есть окно возможностей. Ну, абсолютно точно, ну, у тебя есть свой клиент, ну, ты примерно понимаешь, какая там, на какого клиента ты там изначально делал свой бизнес, ориентировал, и, ну, и здесь можно также отметить, что если в ресторане, там, первое блюдо будет стоить 40-50 евро, то тоже уже далеко не каждый пойдет, да, там, поужинать в ресторан, так что это в равной степени работает для всего малого бизнеса, потому что весь малый бизнес, даже если ты будешь работать из дома, то у тебя все равно вырастут, да, цены на отопление, ты будешь повышать стоимость своих услуг, это, ну, очевидно. Решений нет, мы не слышим об этом, мы не слышим, мы слышим о том, что Латвия с газа подала заявку, да, чтобы покупать газ в рублях, мы слышали о том, что куплены, да, там, два корабля с СПГ, да, в Клайпеду, Латвии, как мы там понимаем, по исторически самой высокой цене, ну, и мы понимаем, что если они по исторически самой высокой цене были куплены, то они по исторически самой высокой цене нам будут проданы, потребителям, конечно, да, но никто же в минусе не собирается работать, это же деньги. Да, вот еще такой вопрос, что касается вообще энергоресурсов, вот, как вы дальше видите, ну, мы понимаем, что мы не можем повлиять на этот санкционный режим, но ведь я думаю, что те, кто вводит санкции, поддерживает санкции, даже если не говоря о политике, должны понимать, что это такое обоюдоострое оружие, да, то есть оно ударит и по своей стороне, да. Вы пока видите какие-то механизмы поддержки, в том числе и малого бизнеса, вот, в свете всех санкционных решений, даже если малого бизнеса не было у него партнеров в России и Белоруссии, ну, какая разница, вот эти цены на энергоносители, все стоимость товаров, и все равно подскочит косвенно. Ну, рост цен мы уже наблюдаем, я думаю, что отдельные товары скоро начнут просто пропадать с полок, потому что стоимость на них будет, ну, довольно высокой, не будет смысла их там пропытаться везти и в Риме ставить на полки, люди все равно не будут покупать. Реальные механизмы, ну, у нас бюджет не резиновый, мы видим, что COVID еще тоже не закончился, мы видим, что происходит в Китае, и если осенью у нас будет еще одна волна ограничений, связанных, да, с распространением вируса плюс стоимость энергоресурсов, то, в принципе, я слабо себе представляю, каким образом даже с учетом заемных средств государство сможет свести концы с концами, да, бюджет, нынешнее государство. То есть, я думаю, что нам нужно сегодня, уже сегодня думать о том, где мы можем покупать дешевую или сравнительно дешевую энергию, потому что цель нашей энергетической политики, она не может заключаться в том, чтобы кого-то наказывать, да, потому что, кстати, Парадмикс из Национального объединения хорошо сказал, что санкции не могут быть для нам нести больше убытков, чем россиянам, ну, это его слова, да, то есть мы не можем... С этим даже сложно поспорить-то. Да, то есть, какой смысл вводить санкции, если у нас будет еще хуже, чем у них, да, то есть, ну, кому мы тогда, кому мы... Навредим, да. Соответственно, мы должны работать с базовыми вещами. Ну, бюджета не хватит на то, чтобы компенсировать всем и все, оно так не работает. И мы видим, что, опять же, нынешнее правительство даже в какие-то острые моменты не идет на то, чтобы снижать налоговые ставки. Мы это проходили с налогами на топливо, мы это проходили с налогами на газ, электроэнергию. Они предпочитают налоги собирать и потом, значит, адресно кому-то выдавать помощь, там, по их мнению, для кого это важно. Соответственно, есть все основания полагать, что если эти люди останутся у власти, то они будут абсолютно так же действовать и после выборов. Налоги, скорее всего, будут расти, потому что денег в бюджете нет и не будет, ну, и мне откуда взяться, да, если у нас экономика будет идти вниз и стоимость на все будет расти. Ну, если только за счет этого, ну, сложно сказать. Так что работать, ну, ваш вопрос был, какие инструменты мы должны работать с базовыми вещами. База энергетика – это база. Вообще энергетика и стоимость затраты на рабочую силу – это база. Поэтому, конечно, мы должны вот эту общую налоговую нагрузку на рабочую силу снижать. Понятно, потому что мы ее не можем там снизить в два раза. Но если мы бы снизили ее хотя бы на пять пунктов, это уже был бы большой шаг в сторону нашего бизнеса и в сторону того, чтобы увеличивать доходы наших людей. И по энергетике. Энергетика. Да, вот говоря еще об энергетике, вот интересно, что когда мы слушаем правительство или их представителей, то создается ощущение, что вроде бы на словах все вроде бы красиво, даже может быть правильно, но все равно еще такое ощущение, что что-то нам власти не договаривают. Ну, к примеру, они говорят, что все, вот сейчас принята концептуальная поправка, с 1 января следующего года мы отказываемся и даже запрещаем закупки российского природного газа. Хорошо, тогда возникает вопрос, какая альтернатива? Они говорят, альтернатива будет, мы вам до конца не скажем, но будет. Мы закупим какой-то резервный газ, что-то задействуем, часть, сколько нам дадут, Клапецкая, вот этот терминал. Потом якобы должен до конца этого года быть построен, введен в строй вот этот фальдийский, эстонский терминал. Потом мы, не мы, а предприниматели будут строить. Но мы вкладывать деньги не будем, как государства говорят нам. Но мы что-то там им прогарантируем какие-то, что мы будем какую-то часть закупать. Ну, по какой цене закупать? Как? То есть, ну, все-таки какой-то здесь от как бы неизвестного больше, чем известного. Вам не создаётся такое ощущение? Это абсолютно подростковая логика, когда сначала идёт действие, а потом подключается разум. Да. Если нынешнее правительство себя декларирует как мудрое, мы об этом постоянно слышим, то мудро было бы сначала обеспечить наше общество альтернативными источниками энергии, потом думать о том, чтобы от чего-то отказываться. Потому что сам по себе переход на зелёную энергетику, там, СПГ, атомные электростанции, неважно, о чём мы говорим, сам по себе это очень энергозатратный процесс. Да, у тебя топливо на производство – это всё энергия, которую где-то нужно взять. Да, у кого-то её нужно купить, у нас её нет. Это в любом случае, в любом случае нужны поставки того же там российского газа для того, чтобы это сделать. Почему мы действуем именно сейчас, принимаем такие решения именно сейчас, я затрудняюсь сказать, потому что очевидно, что спрос на СПГ-терминалы, на их строительство сейчас самый высокий. Я думаю, в Европе не только Латвия говорит о том, чтобы эти терминалы строить, в принципе, по миру. Соответственно, можно предположить, что это будет очередная, очень-очень дорогая для нашей страны покупка, как Мельниц Уоррла, да, кто-то читал. Так что, да уж. Вот ещё такой вопрос не могу не задать. Вот мы же всё время слышим о том, что вот сейчас большие у нас долги растут, может, надо брать кредиты, нужно увеличивать расходы бюджета, опять-таки, за счёт заимствий. Но мы ничего не слышим, а есть ли какая-то возможность сократить расходы? Опять-таки, это будет звучать популистко, но сколько об этом говорили ещё и до пандемии, что вот эти расходы на административный аппарат, на госуправление, ну, надо сокращать, ничего не происходит. Более того, мы знаем, что с 1 января следующего года резко возрастут зарплаты, уже семь принял соответствующее решение в госуправлении, да, это по всей цепочке. Это чиновники, это депутаты, это министры. Кстати говоря, я так понимаю, в своём управлении по цепочке тоже пойдёт повышение заработной платы. Это то, что нам надо вообще? Ну, в принципе, разумное увеличение зарплатного фонда в госуправлении, оно приемлемо, ввиду того, что есть и объективные факторы, такие как та же самая инфляция, которую нужно компенсировать. Другой вопрос, может ли увеличение зарплаты быть в разы больше, чем инфляция, ну, наверное, нет, особенно в нынешних условиях, потому что мы сегодня уже обсудили, какие есть механизмы увеличения доходов бюджета, государство, правительство их не использует, оно будет только выжимать из людей и бизнеса деньги. Мы там слышим уже о нулевых декларациях, о том, что людям сначала нужно будет доказать, откуда у них появились, сначала у них будут арестованы или отобраны те или другие материальные ценности, после этого им нужно будет доказать, откуда это было куплено, да, за какие деньги. Вот это все часть пазла, который говорит о том, что в бюджете денег нет, и правительство не оценивает рост экономики, как инструмент, с помощью которого они смогут доходы в бюджет увеличить. То есть они планируют эти деньги забрать у людей посредством налогов и других инструментов, ну и, конечно, они планируют бороться с серой экономикой, но сколько мы уже об этом слышим, там эти цифры, по-моему, не очень меняются, да, то есть мы там боремся, боремся, а что мы там хотим победить, об этом умалчивается. Так что, ну, ничего хорошего от этих людей ждать не стоит. Вот еще такой вопрос, он, наверное, не столько экономический, сколько, ну, в какой-то степени политический, а может быть, это вопрос управления. Ну, вот эта система, которая годами складывалась, может быть, она сейчас просто особенно в период кризиса не действует. Эти вот какие-то коллекционные советы, да, это фактически передача всей полноты власти не до юра, а де-факто в правительство. Парламент, особенно в пандемии мы это наблюдали, многие даже вообще забыли, что у нас есть парламент, потому что там они в виртуальном режиме что-то говорили, чаще всего просто штамповали все решения, которые уже приняты исполнительной властью и коалицией. Может быть, что-то здесь в консерватории надо поменять, как в том анекдоте говорится? Не, ну, Латвия была и должна оставаться парламентской республикой. То есть вы убеждены в этом, да? Ну, конечно, безусловно. Просто демократия – это право, не только право там мужчинам держаться за руки и гулять по улице, да, или свобода слова. Демократия – это право зарабатывать деньги и жить лучше, чем живут люди в других странах. И сегодня мы видим, что наше правительство, нашу демократию ведет не туда, потому что благосостояние граждан – вот, что есть демократия, а все остальное – это, ну, это важно, но вторично. Так я бы сказал. – Да. Еще если мы говорим о малом бизнесе, все-таки, если мы чуть-чуть сделаем какой-то прогноз, как малый бизнес будет там выживать? Или вы достаточно настроены пессимистически, и вы считаете, что, ну, правительство просто наблюдает за этими конвульсиями и смотрит, кто просто выживет. Ну, не выживет, значит, так должно быть. – Ну, я думаю, что, да, правительство будет говорить о том, что есть рынок, да, и бизнес должен приспособиться. Ну, в принципе, они об этом уже говорят, да, то, что там есть новые условия, вы должны приспосабливаться. И они абсолютно исключают из этого разговора свою вину или участие в том, что те или иные условия сложились. Потому что, опять же, если мы вернемся к ковидным ограничениям, то были внешние факторы, которые влияли на экономическую ситуацию, и были внутренние факторы, связанные с ограничением, и то, как далеко было готово зайти правительство, насколько ограничивать работу бизнеса. То есть, насколько ограничивает работу торговых центров, которые, как мы, кстати, торговые центры, как я понимаю, из-за недвижников, они редкие, кто что-то вообще получил, и то все равно они пошли в конституционный суд, да. Так что вот эту часть своей, скажем так, вины правительство, оно как-то игнорирует, когда говорит о том, что бизнес должен делать. Малый бизнес выживет настолько, насколько сможет свести свои ежемесячные доходы с расходами. Не больше, не меньше. Но те владельцы, у которых есть какие-то накопления, если они будут готовы, если они еще будут верить в то, что это все будет работать, то, конечно, они потратят свои накопления на это. Но никто сегодня, опять же, не дает никаких сигналов о том, что наш малый бизнес и бизнес в целом, и местный бизнес, тот, который здесь работает, беспечит работу, является приоритетом. Очень хорошо сказали о местном бизнесе. Я сразу подумал, а какой сейчас будет бизнес не местный, а новый? Кто из инвесторов в этой текущей геополитической ситуации в нашем регионе, где все рядышком, вообще рискнет делать большие инвестиции? Может быть, я, конечно, не прав, пессимистический настрой, но, по-моему, с этим могут быть проблемы с инвестициями. Я с вами полностью согласен, потому что, когда мы говорим даже про увеличение бюджета на оборону, то нужно понимать, для чего мы должны это делать. Опять же, мы должны обеспечить безопасность наших людей, территориальную целостность и защитить капитал, потому что если... Вот цель должна быть нашей оборонной доктрины, назовем ее так. Потому что, опять же, если мы создаем стресс вокруг того, что Российская Федерация под каким-то предлогом или без может ввести здесь военные действия или что-то еще, мы можем забыть про любые инвестиции в Латвию. Никто сюда ничего вкладывать не будет. Поэтому наша задача создавать условия, создавать гарантии для капитала. А с гарантиями у нас очень сложно. Вот мы помним, опять же, примеры БЛВ банка, какие гарантии капитала за неделю прихлопнули, второй, по-моему, самый крупный банк в нашей стране. Вот такие вот гарантии предлагает наше правительство. Поэтому инвестор, который будет смотреть в сторону Латвии, то он помимо всех финансовых рисков теперь оценивает военные риски. И он будет оценивать в том числе и риторику, которую ведет наше правительство в отношении происходящей ситуации. Насколько много стресса. Вот оценивайте, как говорится, сами, насколько инвестор может сюда, то есть очень смелый инвестор может сейчас только пойти в Латвию. Да. Ну что ж, будем надеяться, что все-таки какой-то разум возобладает. В конце концов, я думаю, что это такой общий вызов, простите за такое слово, и для всех политиков, поскольку у нас впереди выборы. И очевидно, что будет новое правительство, новый парламент. Так что посмотрим. Но, в принципе, вы в главном, конечно, абсолютно правы. То, что если мы не будем поддерживать своих предпринимателей, они же работодатели, они же налогоплательщики, то, в принципе, какие перспективы? Ну, никаких, да? Ну, абсолютно точно. Ну, бизнес, бизнес – основа всего. Да. Ну, то есть есть энергетика, ну, понятно, это вообще базовые вещи, но дальше это предприниматели, которые создают добавленные стоимости. Абсолютно. Леонтий Майос у нас был в прямом эфире. Большое спасибо. Спасибо. До свидания. День в день. Час.